МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вперед с 2014 по 2016 год минимальный взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Рязанской области будет составлять 6 рублей за 1 квадратный метр площади, принадлежащей собственнику помещения. Далее указанная сумма, возможно, будет индексироваться. Такая поправка в соответствующие документы была внесена на заседание правительства Рязанской области 19 августа этого года. Кто-то, проживая, допустим, в новостройках, в которых еще не вышел срок на предъявление требований строительным организациям, предположим, 2 года, и они считают, почему они должны платить за сбор, за капитальный ремонт. У них есть право в течение 5 лет предъявлять требования по недостаткам строительной организации. Вот данный вопрос тоже не был учтен при принятии данного постановления правительства Рязанской области. Другой вопрос. Приходят нам пенсионеры, у которых только что проведен капитальный ремонт. Она говорит, Олег Николаевич, я не доживу до 2040 года, когда будет проводиться капитальный ремонт. Почему я должна собирать за капитальный ремонт, когда он только что проведен? То есть очень много вопросов, почему, почему и почему. И здесь, наверное, нужно всем тем, кто недоволен подобным положением вещей, обращаться к депутатам Рязанской областной думы, чтобы они выступили с законодательной инициативой и обратились в Государственную думу о пересмотре в данном случае законодательного акта федерального уровня. Данная сфера у нас регламентируется как на региональном, так и на федеральном уровне. Из чего следует вывод? Если отзыва на претензии граждан со стороны депутатов областной думы не последует, то тут, как говорится, мало что можно будет сделать. Ну, вот пенсионер пишет из Скопина. Что это за фонд такой, организованный специально для какой цели? Фирма «Однодневка» – знак вопроса. У меня тоже вопрос, а входит ли она в систему данной организации страхования вкладов, поскольку данный фонд не является страховой организацией, сберегательной организацией. Вообще форма такая деятельности, она очень расплывчатая. Поэтому если завтра вдруг, как говорят многие, он накроется медным тазом, кто будет нести ответственность? И как юрист уже говорю, это вопрос пенсионеров, допустим, кто несет ответственность, как юрист делаю замечание. Если вдруг она будет ликвидироваться, то потребители, они входят в последнюю категорию граждан, если они будут предъявлять иски по закону об исполнительном производстве, там четвертая или пятая очередь взыскателей, которые будут физические лица. Вдруг им не понравится, что недолжным образом деньги хранятся в этом фонде. Единственным учредителем фонда является правительство Рязанской области. И в соответствии с Жилищным кодексом, субсидиарная ответственность за деятельность фонда несет субъект Российской Федерации. Это вот так прописано в Жилищном кодексе. То есть это я говорю о том, что деньги эти, источники, как говорится, не то, что они к нам попадают, они защищены достаточно надежно. Они пойдут только на эти цели. И на другие цели они не могут идти. В отличие от управляющей компании, фонд является некоммерческой организацией. И получение прибыли не входит в круг его задач. На общем собрании собственников определяется способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, а также размер ежемесячного взноса в случае его превышения над минимально установленным. Все права на деньги, которые находятся на спецсчете, принадлежат только собственникам. У нас узкая задача. То есть мы должны деньги аккумулировать, и мы должны этот ремонт провести. Тот, который запланирован программой. Провести конкурсы по отбору подрядных организаций, заключить договоры, выполнить этот ремонт и сдать отремонтированный жилищный фонд собственникам. Вот наши задачи. Кстати, сами рязанцы на вопрос, как они относятся к новому пункту в квитанции об оплате, озвучивали свое искреннее недоумение по этому поводу. 6 рублей за квадратный метр. Как вы относитесь к этому? Ну, отрицательно. Чего вы спрашиваете? Как пенсионеры могут к этому относиться? Вот мы заплатим, заплатим много, а результат, мне кажется, будет плачевный. Потому что они не выполнят ту работу, какая нам нужна подобная. Это мое личное мнение. Что и следовало ожидать? Так можно ли каким-то образом избежать столь нежелательных трат на услуги, рассчитанные на радужную перспективу? В данном случае, если вы проживаете не в собственной квартире, а вы проживаете по договорам социального найма, то собственник, в данном случае муниципалитет, он несет расходы по оплате содержания капитальный ремонт. Вы же, если являетесь собственником, то вы обязаны платить те 6 рублей, которые установлены постановлением правительства Рязанской области. Здесь получается так, что собственники не очень как-то заботились о своей собственности. Можно сказать, даже никак не заботились, а продолжали пребывать в таком состоянии, что кто-то придет и кто-то отремонтирует. Мы об этом не задумывались. Вот когда, например, с машиной, с вашей. Вы же не ждете, приходит срок ремонта, отгоняете ее на станцию. Когда касается недвижимости собственной, то это как-то уходит. Считается, что вот все, что в квартире, я у себя в ремонт, в квартире и сделал. Но когда вы приобретали квартиру, либо вы ее получили от государства, приватизируя это жилье, вы не только свои квадратные метры приватизировали, вы и кровли часть, часть подвала, часть земельного участка. И за этим надо также следить. Это тоже имущество. Его надо обслуживать, и его нужно ремонтировать. Согласно внесенным в жилищный кодекс поправкам, перечень работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме включает в себя ремонт внутридомовых инженерных систем, электротеплогазоводоснабжения, водоотведения, ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт крыши, подвального помещения, фасада и фундамента. Важно отметить, что в региональную программу капремонта не должны включаться здания, в которых имеется менее чем три квартиры и дома, износ которых превышает 70%. Эту ситуацию можно сравнить, может быть, с нашими реформами в 90-х. Помните, такой был лозунг, не буду называть фамилию, одного из авторов жилищного кодекса, что собственники будут заботиться о своей недвижимости с целью повышения ее инвестиционной привлекательности. Все правильно сказано. Но, по сути, к этому надо еще как-то, чтобы люди действительно осознали себя собственниками. Рязанцев также интересует разницу между платой за содержание жилья и нововведенной строкой в коммунальной платежке. Поясним. Ежемесячная плата за содержание жилья покрывает лишь текущие расходы, требующиеся многоквартирной постройки. А именно такие, как осмотр общего имущества, освещение помещений общего пользования, обеспечение температурных норм, общедомовую и придомовую уборку, вывоз отходов, содержание элементов благоустройства, обеспечение пожарной безопасности, подготовку к сезонной эксплуатации и мелкий ремонт. Хотя такой пункт, как капитальный ремонт, входит в оплату за содержание жилья. У нас порядка больше 100 обращений в день, иногда доходит до 180, и мы всем пытаемся все это разъяснить, что это да, это другого не было в принципе и нет. Просто если бы это все начали этим заниматься, может быть, в пятом году, то, может быть, не было бы такого недоремонта, который сейчас есть. Проблемы капитального ремонта многоквартирных домов накапливались десятилетиями, и сейчас эта ситуация просто критическая. Управляющим компаниям в том виде, в котором они осуществляют на сегодняшний день свою деятельность, решить эти проблемы явно не по силам. Деньги собственников помещения уходят на текущий ремонт, то есть на латание прорех. Внести единоразово значительные суммы на капитальный ремонт собственники не смогут. Да и отлаженного механизма расходования этих средств до настоящего времени не было. Государство частично субсидировало затраты на проведение капремонта через фонд содействия реформирования ЖКХ. Но полностью закрыть весь недоремонт за счет бюджетных средств невозможно. Просто то, что должны делать сами собственники, и то, что закреплено ЖКХ и Гражданским кодексом, они не сделали. Государство тогда сказало, ну если вы не хотите или не умеете, давайте сделаю я. Я вам установлю, сколько нужно собирать для того, чтобы накопился этот фонд. Я вам устанавливаю сроки для этого ремонта, для того, чтобы это не рухнуло и не развалилось. Это их собственность. У государства нет обязанности ремонтировать чужую собственность. Ни у кого в деревне не приходит в голову, что из него протекла крыша, он побежал в сельсовет и жаловался, что у него крыша течет. А здесь та же собственность, только она есть своя личная квартира, есть общая, общедолевая. Приступить к осуществлению программы по капитальному ремонту многоквартирных домов планируется уже в следующем году. Под реализацию подпадают более 7 тысяч домов. Очередь на все 30 лет, которые ее планируются осуществлять, составлено и разбито на шестилетние периоды. Начнут с замены лифтового оборудования. 78 кабин в более чем 30 многоэтажных домах. Работа по подбору подрядных организаций уже идет. Составляется проектная документация. Тема, касающаяся коммунальной сферы, очень обширна, а главное актуальна. Мы и дальше будем поднимать наиболее важные и интересные нашим зрителям вопросы в программе «Объектив». О заданиях вы сможете, позвонив по телефону, указанному на ваших экранах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова